Приветствую всех любителей футбола. Сегодня предлагаю отойти от бесконечных новостей о переходе тех или иных футболистов и представить себе какой была бы команда состоящая из армянских футболистов когда-либо игравших российской премьерлиги. Благо таковых было много и выбор будет действительно интересным. Но сначала я хочу рассказать вам о магазине армянских продуктов Вкус Солнца в Москве по адресу Мичуновский проспект 27 в торговом центре Тиара. Здесь вы найдете гигантский ассортимент экологически чистых продуктов из Армении. От фруктов и овощей до национальных сладостей и сувениров. Можно как приехать и в самом магазине выбрать товары, так и заказать доставку в пределах Москвы и ближайшего Подмосковья через сайт широкдефисшоп.рф. Обязательно побалуйте себя вкусом и колоритом Армении. Все контакты о магазине Вкус Солнца вы найдете в описании к видео. Итак, заваривайте армянский кофе, берите вкусняшки, ставьте лайки и приступайте к просмотру. Начнем с татарской линии. Эта позиция никогда не была богата армянскими талантами, поэтому выбор тут небольшой. Либо Роман Березовский, либо Давид Юрченко. Давид выступал за целых 8 7 российских клубов и на определенном отрезке считался одним из самых надежных на своей позиции. Но все же до Березовскому ему далеко. Роман родился в Советской Армении и именно там начал свою профессиональную карьеру. Вскоре переехал в Россию, где стал знаковым вратарем для трех клубов. «Зенита», с которым в 99-м году взял Кубок России, «Динамо» и «Химок», где в 2006 взял золото первой лиги. Долгое время Березовский держал рекорд по отраженным пенальти. 14 отраженных и 18 незабитых, пока его не побил Игорь Екенфеев. Также Березовский больше всех из армян провел матчи в России 437. Сейчас Роман Анатольевич тренер-вратарей сборной Армении. Правым защитником очевидно должен стать легенда армянского футбола, рекордсмен по количеству выступлений за армянскую сборную со 132 матчами Саркисов-Сепян. Сако, как и Березовский, начал карьеру в Советской Армении. Сначала за Ереванские Арарады и Малатию, затем за Лори. После было три чемпионских титула с Килики в чемпионате Армении и переезд в Россию, где он надолго стал одним из ключевых футболистов в защите «Зенита», где, как и Березовский, Афсепян завоевал Кубок России. В те годы у питерских болельщиков была популярна кричалка «Самый лучший из армян, наш защитник Афсепян». В 2003 году он на один сезон перешел в торпеды «Металлург», где, не добившись особых достижений, вернулся в армянский Пьюник, чтобы навсегда стать легендой этого клуба. Всего на счету Афсепяна 176 матчей в чемпионате России. После окончания игрокской карьеры футболист возглавлял Пьюник и временно был наставником сборной Армении, однако особых заслуг на этом попричи не добился. На позиции левого защитника еще совсем недавно можно было бы смело называть Карена Дохуяна, который был важным звеном в великолепной команде Крылья Советов, завоевавшей бронзовые медали чемпионата России 2003 года. Однако с учетом последних лет, думаю, больше заслуживает место в старте, хорошо известный всем на эрите князян. Воспитанник московского ЦСКА только после перехода в локомотив стал заметным футболистом в чемпионате России, настолько заметным, что его отказ питерскому «Зениту» обсуждала вся футбольная общественность. Всего в российской премьер-лиге он, наверное, 97 матчей и 13 голов, а голевых передач только за последний год 8. Ему всего 24 года, он уже стоит по версии «Трансфермаркет» 7 миллионов евро, является обладателем Суперкубка России и, дай бог, уже в этом году будет футболистом одной из топ-лиг. В центре защиты невозможно не поставить нынешнего капитана сборной Армении Варсдата Гаруяна. Фото, как его любят называть болельщики, оставил хороший след в Екатеринбургском Урале, проведя там два сезона. Затем был сезон в Тамбове, однако у команды в тот момент начались финансовые проблемы и защитнику пришлось уйти из клуба. Всего на счету Гаруяна 71 матч в РПЛ. Сейчас ему 31 год, последним его клубом была казахстанская Астана. По слухам, футболист вскоре будет подписан китайским клубом Циндау. В паре к Гаруяну в центре защиты свое место заслужил талантливое воспитание Краснодарской академии Георгий Аруцюнян. Георгий буквально за один год перевернул свою карьеру, воспользовавшись предложением выступить за Армению. После этого его карьера стремительно пошла вверх. Из футболиста молодежки он, минуя дубль, стал футболистом главной команды Сергея Галецкого. И пусть у Георгия пока всего 12 матчей и один гол в основной команде, но ему всего 19 лет и по потенциалу и таланту он может стать одним из лучших армянских защитников в истории. В центре полузащиты список достойных футболистов довольно большой. И Карлен Макарчан довольно хорошо выступал за Анжи, и Ива сейчас один из лучших в рубине, но я решил выбрать Хорена Барямяна, поскольку он оставил намного больший след в российской премьер-лиге, чем вышеупомянутые футболисты. Хорик хоть родился в Армении, в селе Коти и Таурской области, но является плоти от плоти воспитанником ростовского футбола, где его чтят чуть ли не как легенду клуба. Барямян настоящий универсал. В РПЛ за 195 матчей он успел поиграть почти на всех позициях, в том числе в центре поля. Сейчас ему 32 года и он по-прежнему важный футболист в команде Валерия Карпина. Вместе с ним в центре поля я поставил Эдуарда Спиртяна. В действительности в команде Владимира Ивича Эдик выходит ближе к атаке и прямо сейчас является одним из лучших футболистов всего чемпионата. Спиртян безусловно звезда по меркам РПЛ. У него 30 голов и 22 асиста в 96 матчах за Краснодар. В этом году его родной клуб идет на первом месте в чемпионате России и вполне может завоевать долгожданное чемпионство по итогам сезона. После этого Эдик со спокойной совестью может переходить в топ-клуб наподобие Ювентуса. По игре он давно заслужил такое повышение. На правом фланге полузащиты конкуренция еще более сильная. Тут и Альберт Саркисян, неплохо выступавший в локомотиве, и Саркис Уванисян, который вообще был одним из лучших в локомотиве в конце 90-х. И Эдгар Севикян, ярко проведший сезон в паре НН. Но я все же решил выбрать Арасу Сбилиса. Сезон 12-13 с Кубани у него выдался волшебным. В 24 матчах он забил 11 голов. Его дальние удары и штрафные считались эталонными. Неудивительно, что уже в следующем сезоне его выкупил московский Спартак за 7 миллионов евро. Поначалу в новом клубе он был также великолепен. Однако, после разрыва крестов на прежний уровень больше не вернулся. Всего в РПЛ у него 59 матчей, 14 голов и 7 ассистов. Поскитавшись по арендам, Арас вернулся в чемпионат Армении, где достойно выступал за Риванский Пьюник и Урарту. Осенью 2023 года 33-летний Арас неожиданно закончил карьеру футболиста и баллотировался в кандидаты в президенты Федерации футбола Армении, где уступил действующему президенту Армену Меликбекяну. На лево фланг полузащиты я поставил Андрея Мавсисяна. Опытный болельщик наверняка помнит этого техничного полузащитника. Андрей родился в Москве и является воспитанником Спартака. На взрослом уровне выступал за ЦСКА и Локомотив, однако больше запомнился своими выступлениями за подмосковных Сатурн, где в 76 матчах отметился 15 голами и 9 ассистами. Всего в РПЛ у него 142 матча и 18 голов. Сейчас Андрей занимает должность главы селекционного отдела в ЦСКА. На позиции десятки я поставил любимого всеми армянами Маркуса Пицелли. Самый бразильский Армянин был выкуплен тогда еще очень крепкой Кубанью за 1 миллион евро из Донецкого Металлурга. В команде Дана Петреску Маркус был одним из лучших. Как и у Сбилис, он обладал великолепным дальним ударом. А еще являлся отличным плеймейкером. Всего за Кубань в 33 матчах у него 9 голов и 10 ассистов. Уже в следующем сезоне за 1 миллион 700 тысяч евро он был куплен Краснодаром. Однако в новом клубе Пицелли не смог закрепиться, в том числе по причине травм. Поскитавшись по разным клубам Саудовской и Казахстанской лиг, Пицелли в 2019 году закончил карьеру. Сейчас у него должность Федерации футбола Армении. Он отвечает за поиск молодых футболистов армянского происхождения в Южной Америке. Ну а в нападении, думаю, что вы все догадались, даже при наличии талантливых Эдгара Манучаряна и Артура Саркисова, очевидным является выбор Юрия Мутисяна. Взяв в Сареал Солт Лейк Кубок МЛС, Юра сначала покорил датских болельщиков, забив за скромный раннер с 17 голов в 35 матчах, затем перешел за 2 миллиона в Краснодар покорять уже российский чемпионат. В дебютном сезоне с 14 голами он был признан болельщиками лучшим футболистом клуба. Следующий сезон нападающий начал еще более впечатляюще, забив 9 мячей в первых 13 матчах. Всего за Краснодар в 51 матч у него 23 мяча и 10 голевых передач. Такую результативность не могли обойти топовые российские клубы. По слухам, футболистам тогда интересовались еще Эвертон и Стоксити, но в итоге за 7,5 миллионов евро его выкупил московский Спартак. Дебют в новом клубе под руководством Валерия Карпина у Мутисяна выдался потрясающим. В матче с Териком он сделал хет-трик. Болельщики Спартака буквально молились, на своего нового лидера. Уже в ноябре того же года Юра сделал еще один хет-трик, уже в ворота Зенита. Казалось, что такими темпами вскоре армянский нападающий перейдет в европейский топ-клуб. Однако травмы и постоянная чехарда тренеров в Спартаке плохо сказались на его карьере. Всего в РП Лу Мутисяна 112 матчей 48 голов и 17 ассистов. И это не считая голов в Кубке России и Еврокубках за Спартак. Неплохо, но с учетом его таланта могло быть намного лучше. Закончил карьеру футболистом официант в МЛС, поиграв сначала за Реал Солт Лейк, затем за Чикаго Файерс. Сейчас он является послом Федерации футбола Армении в Северной Америке. Как и Пицели, он ищет молодых армянских футболистов для сборной Армении. Также у него свой футбольный клуб в США в городе Глендейл под названием Lions United. Выступает в четвертой по силе Лиге США. Вот так выглядит сборная Российской премьер-лиги, состоящая из армян. Я вполне допускаю, что многие из вас будут не согласны с моим выбором, поэтому призываю вас в комментариях указать свое видение этой символической сборной. Также прошу поставить мне лайк и подписаться на меня, если еще не сделали этого. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok